Добрый день, дорогие мои подписчики! Но сегодня я хочу поздороваться не только с подписчиками, но и со всеми канадскими блогерами. И почему? Вы узнаете буквально через несколько секунд. Хочу вас сразу предупредить и извиниться за шум, который будет на бэкграунде. Это мой маленький ребенок здесь играет, возле меня. Куда я ее дену, как говорится? Ребята, у меня просто вот такая идея созрела. Значит, в чем она заключается? Я решила, что вот Канада страна большая, но блогеров в ней не так уж и много. Давайте мы будем рассуждать, если мы возьмем, я не знаю, например, Россию, мы возьмем Америку, ну я беру как бы большие страны. Ну про Китай я не говорю, я не смотрю китайских блогеров. Но вот как бы по большому счету там как-то вот их много, вот много. Много американских блогеров русскоязычных, много в России блогеров. А в Америке, в Канаде они есть, но их достаточно мало. То есть, ну я думаю, что штук 20. Ну как бы у меня вообще в голове есть какая-то, может, там десятка блогеров, которые, в общем-то, достаточно популярные на канадском просторе русскоязычных канадских блогеров. Но есть еще много, которые начинающие блогеры, или кто-то, может быть, кто только собирается стать блогером. И вот у меня созрела такая идея. Мы должны создать свою комьюнити, мы должны стать объединенными, дружить. Пусть это невозможно будет физически, но по крайней мере на просторах Ютуба, онлайн-пространства мы уже можем начать с вами какую-то связь. И просто стать каким-то единой частью. И, как оказывается, блогеров канадских не так уж и много. И я решила, что нужно создать какую-то нам комьюнити. Вместе мы сильнее, вместе нас знают больше. И также это, я думаю, такой вот хороший какой-то будет пуш для тех людей, которые как бы думают об этом, но еще никак не начинают. Я не вижу в этом никакого соперничества, ни в коем случае. Я считаю, что у каждого на пространстве свое место, и у каждого свой зритель, будем говорить так. Поэтому вот как бы здесь, под этой крышей, мне хочется как-то вот всех собрать. И со всеми хоть какое-то маленькое, но такое вот как бы официально-неофициальное знакомство. И я думаю, что это также будет интересной платформой рассказать о себе, о своем канале. И, в общем, одним словом, я придумала тег. Я придумала тег, который я назвала «Я канадский блогер». У меня здесь компьютер, в который периодически буду поворачиваться. «Я канадский блогер». Так будет называться этот тег. И я буду первым, кто его раскрывает. Я, конечно, не могу, как сказать, я не могу заставить других блогеров сделать этот тег. Но мне было бы очень приятно. И скажу больше, мне было бы очень интересно посмотреть на ответ этот теговый от других блогеров. Потому что какие теги в основном существуют? Либо слишком мужские, либо слишком женские. Но нет именно про блогера как блогера, про его YouTube-канал как проект. Я примерно 15 блогерам уже рассылаю буквально это видео. Вот в эти минуты, как бы, видео заканчивает писаться. И я начинаю рассылать предложения поучаствовать в этом теговом проекте. «Я канадский блогер». И, ребята, поддержите, поддержите. Я думаю, что это будет очень интересно. И я также думаю, что блогеры в других странах, до которых сможет дойти этот тег, могут сделать вот такую вот комьюнити своих блогеров своей страны. Это очень интересно. Я считаю, что это какой-то такой объединяющий, продвигающий проект выхода в массы. Я считаю, что когда мы вместе, мы сильнее, мы более трудоспособнее. Потому что я верю в то, что мы учимся друг от друга. Вот я смотрю на других блогеров, что-то там я себе беру на заметку. Как говорят, как показывают и так далее. Я считаю, что нету в этом никакой конкуренции. Каждый из нас является эксклюзивным человеком. И вот расскажите о своем эксклюзиве. Итак, начнем. Я хочу ответить сегодня на вопросы тегового видео. «Я канадский блогер». Состоит он из 11 вопросов. Первый вопрос. Представьтесь, меня зовут Инна. Имя канала? Имя канала у меня на самом деле была небольшая история. Очень многие знают меня как «Исраэль Инна». Потому что я когда приехала из Израиля в Канаду, у меня все и в Твиттере, и везде я почему-то назвалась «Исраэль Инна». Но помимо того, что это те имена, которые были свободные в Гугле и во всех остальных местах, и так у меня это все затянулось. И мне казалось это очень логичным. Исраэль Инна, потому что у меня очень было много рассказано о жизни из Израиля, как бы в Канаду. И поэтому мне казалось, что это такая легкая ассоциация будет. Но потом со временем я поняла, что просто мое имя – это и есть самая нормальная ассоциация. Это Инна Фраймович. И какое-то время мой канал так и назывался «Ина Фраймович Торонто». А сейчас тоже произошли какие-то изменения с каналом. И в общем, в результате я поняла, что это «Live Blog from Canada». То есть проще не бывает. «Live Blog from Canada». Вот оно есть, как оно есть. Месяц и год начала. Август 2012 год. Месяц и год начала моего канала. Первых видео. Вопрос номер четыре. Почему? Что тебя подтолкнуло на блогерство? Было несколько этапов. Первый этап был такой. Мы приехали в Канаду. У меня был ряд друзей, которые тоже собирали документы и подавались на Канаду. И, естественно, всех их интересовало. Вот как мы приехали, как что здесь происходит, что нужно делать, какие-то бумажки, какие-то там инстанции, как это все проходит. Вообще первое впечатление. И я на каком-то этапе поняла, что каждому отдельно рассказывать это все. Во-первых, это мне нужно было минимум четыре раза все рассказывать. Плюс ты хочешь это все поделиться какими-то впечатлениями просто со своими друзьями, которые не связаны с Канадой, просто хотят знать, как ты, что ты и так дальше. Ну а что ты будешь рассказывать? Только про вот эту рутину, первые дни обустройства, первые месяцы, вот это все. И я поняла, что если я каждому это буду рассказывать, я просто, во-первых, ты уже не помнишь, что ты кому рассказывал. И ты боишься что-то упустить, чтобы никого не обидеть. И хотелось полностью вот как бы поделиться, вот как оно есть от А до Я. И я решила, что я буду писать. И я сначала начала такое делать, я придумала такой ньюзлейтер, так он и назывался, ньюзлейтер. И я его где-то в течение четырех месяцев, потому что у меня не было доступа к простому интернету, мне нужно было ходить в библиотеку, и не было, в общем, связи первое время, я решила писать такой ньюзлейтер, в котором я описывала все свои впечатления, как, что, почему. И, в общем, все с удовольствием ждали этот ньюзлейтер. Он выходил раз в месяц у меня, и я там вставляла фотографии, впечатления, про продукты, про магазины, в общем, всякое такое. И очень такой большой теплый отзыв я получала на эти мои письма. И потом, когда у меня появился интернет, я начала задумываться. Начала задумываться на тему того, людям же хочется это ощутить, у меня есть возможность снять видео и рассказать, не снять видео, потому что тогда я еще не дошла до того уровня, что вот надо поставить камеру и снимать. Я просто включала свою веб-камеру, которая, да, прям в компьютере, и прямо наговаривала напротив компьютера с ужасным звуком, с ужасным качеством изображения. Просто наговаривала, что вот так и вот так. И когда я это поместила в YouTube и послала своим друзьям, оказалось, что вдруг меня смотрят другие люди, вдруг смотрят еще кто-то, потом пишут какие-то комментарии на вот это все. И поэтому первые видео мои, может быть, какие-то там немножко наивные или немножечко какие-то не такие, как сейчас. Потому что сейчас, ну, я уже вообще говорю с вами, как будто вот вы здесь передо мной в комнате сидите. А тогда это для меня было просто как вот просто место рассказать, сказать вот как в телефон, только в видео телефон, сразу всем одновременно. Я увидела, что люди начали смотреть, спрашивать вопросы, я с удовольствием давай на них отвечать, потому что это прикольно, когда ты можешь кому-то еще помочь какой-то информацией, которой ты владеешь. И потом как посыпалось, посыпалось подписчики, просьбы, и у меня стали идеи, что нужно и это видео сделать, и это видео. И вот про это рассказать, оказывается, я не сказала. И вот про это, и вот так начался канал. Начался канал. Вот. Вот он перерос в такое, что, значит, мне, знаете, до какой-то точки постоянно хотелось какое-то вот информативное делать, чтобы канал был информативный, давал информацию, какую-то помощь. А потом я поняла, что людям так же интересно, когда, в принципе, информация по большому счету закончилась, ну, какая-то такая, иммиграционная, будем говорить, я поняла, что мне же хочется делиться жизнью, вот как бы, как я живу, как мои дети, как вот с языком, как со школой, как вообще по жизни, как здесь отдыхают, куда можно поехать, как-то по продуктам какие-то рекомендации, вот что мы едим, как мы едим. И я поняла, что это просто, а-а-а, нету этому конца. И вот сегодня это то, что это является. Канал уже, слава богу, мы отпраздновали в августе 4 года, на минуточку. Конечно, за это время какие-то вот были такие скачки в канале, какое-то такое развитие. Поэтому, я думаю, так я могу ответить вот на этот вопрос. Подтолкнули меня мои друзья, то есть нужно было как-то это делать, и вот как-то так это переросло. Следующий вопрос. Твой канал рассказывает о и как часто ты выпускаешь новые видео? Ну, о чем рассказывает мой канал, я думаю, достаточно ясно. Я, в принципе, уже практически ответила на это. Сначала это было об иммиграции, об обустройстве, потом это были какие-то рекомендации по жизни в Канаде, по первым своим шагам и так далее. Может быть, какие-то там что делать, что там как-то не делать, какие-то такие. Ну, даже рекомендации я мало давала, я просто как бы рассуждала на какие-то темы со своей колокольни, с той стороны, как я это вижу. И потом на каком-то этапе я решила, что это все должно приобрести какую-то форму, потому что все было бесформенно. У меня видео то выходили, то не выходили, то 10 раз видео в один день, потом 3 дня, 4 дня одного видео. Какой-то такой каламбур непонятный, и все как-то каламбуристо было. А мне уже, я какие-то проходила там семинары от Ютуба, и как-то рассказывали, как нужно развивать канал, как все должно быть. И на каком-то этапе, это было год назад, я решила, что должно быть какое-то определенное постоянство. То есть человек, который у меня подписан, он должен знать, когда у меня выходит видео, выйдут ли они, то есть должно быть какое-то постоянство. И я решила, что я буду выпускать видео раз в неделю, по четвергам. И это оказалось очень эффективным, потому что, во-первых, для меня, это как-то дисциплинирует меня, что люди ждут. И пускай, может быть, у меня нет большого количества подписчиков, но те, кто есть, я очень уважаю каждого и ценю каждого из вас. И мне интересно, что люди ждут, и я могу с кем-то еще поделиться своими впечатлениями, и кому-то это нравится, кому-то, конечно, это и не нравится, ну, так сказать, на вкус и цвет всем известно, вот, но я считаю, что это достаточно более, как бы, дисциплинирует не только блогера, но и зрителя, вот. И, вы знаете, я преклоняюсь просто перед блогерами, которые делают ежедневные видео, просто они в зависимости от того, есть у них это свободное время, нет у них этого свободного времени, есть у них 10 детей, или нет у них ни одного ребенка. Это все только лишь, да, усложняет, если есть дополнительные какие-то вмешательства в жизни блогера, которые мешают ему только лишь снимать видео и поднимать их в YouTube. Я просто считаю, что это большое уважение перед человеком, который каждый день делает видео, то есть я это вообще. И вообще блогеры, которые вот как-то делают с каким-то определенным постоянством видео, я считаю, что это очень классно, это классно, это тебя развивает, это тебя как-то дисциплинирует, и подписчикам приятно знать, что вот есть блогер, который вот в этот день ты придешь и будет там видео находиться. Вот, поэтому мои видео выходят по четвергам раз в неделю. Вопрос номер шесть. Как развился твой канал с первых видео и до сегодняшнего дня? Ну вот я, в принципе, частично, у меня немножко каламбуристый ответ, но мне можно, я же создала этот тег. Я так надеюсь, что те, кто будут блогеры смотреть мое это видео и думать про свои пункты, мои ответы как-то, может быть, тоже им дадут какие-то идеи. Как развился мой канал, я, в принципе, вам рассказала, что сначала была такая тематика, потом тематика поменялась, и сегодня уже как бы у меня совсем другой интерес, как раскрывать этот канал. Поэтому канал однозначно, конечно, совсем не тот, который он был в начале. То есть сначала это было А, а теперь это вообще Я, понимаете? То есть абсолютно разные, разные направления. Раз. Во-вторых, развиваюсь и я, не только лишь моя тема, но и я. Я смотрю других блогеров, и сегодня весь вот этот вот, как же сказать, весь виртуальный вот этот мир, вот этот все, вот этот весь компьютер, вот все это выходит на такой шикарный уровень, что сегодня каждый любитель должен быть профессионалом для того, чтобы этим заниматься, понимаете? То есть я не говорю, что я профессионал, но это требует от тебя каких-то, вот приобретать какие-то знания для того, чтобы снимать эти видео, говорить и вообще все это делать. И это хорошо. Поэтому меня это развивает. Поэтому вместе со мной развивается мой канал так же. Номер 7. Твой канал ориентирован на аудиторию, то есть может быть, какая вам, например, по возрасту, по интересам и так далее. Значит, в принципе, как я и говорила, вначале мой канал открывался для моих друзей. Мои друзья – это мои ровесники, да? Но со временем, естественно, на просторах Ютуба разные люди заходят и разные люди смотрят. Но я могу вам сказать, по аналитике, которую я вижу и по Ютубу, который они предоставляют, статистические разные данные, я могу видеть, что смотрят от 25 до 45 лет основная масса людей. Есть и другие люди, которые смотрят другие возраста. То есть это не значит, что меня не смотрит кто-то, кому 70 лет или 65, или ребята, кому 15 лет. Такие тоже есть. Так что по возрасту абсолютно интервал огромный. Будем говорить от 0 до 100. Что касается интересов, тоже разные люди, так как у меня есть разные видео, разные плейлисты. Я, кстати, со временем поняла, когда прошло года 2 моего канала, я поняла, что нужно все-таки создавать плейлисты, потому что в них ты можешь как-то упорядочить все свои сотни видео по каким-то рубрикам. Потому что кто-то меня находил по вопросам эмиграции, кто-то меня находил по вопросам, у меня есть какие-то вещи, которые я готовлю. Достаточно много из таких видео, там, где я что-то готовлю. Причем не просто там готовлю, потому что готовить я не канал, я не человек, который там супер-пупер готовит. Но какие-то интересные вещи, простые, или что мы можем сделать с такими-то продуктами, о каких-то продуктах, например, про чия я рассказывала. Я рассказывала, например, давала советы, как мы морозим овощи. Есть очень много моих знакомых, которые говорят, как вы не догадались до этого сами. У нас там и овощи пропадали, потому что мы не знали уже, что с ними делать, и там и так дальше. То есть это очень популярное у меня видео получилось про заморозку овощей. Казалось бы просто, да. То есть у меня много есть по готовке разных видео. Потом кто-то меня нашел, потому что любит мои, вот у меня есть блоги, которые с четверга по четверг, или дневные блоги, когда я показываю, как мы проводим день. Есть многие люди, которые любят это, то есть как лайв-блогинг непосредственно сам, они меня нашли по этому. То есть разные люди по разным интересам меня находят, но я вам должна признаться, по аналитике, которую я вижу, по просмотрам на определенные видео, я поняла, людям нравится, ну, в основном идут два направления. Первое – это лайфстайл, то есть, например, когда мы идем в Икею, я снимаю в Икею какие-то красивые видео, это очень хорошо идет, я хорошие отзывы получаю, людям немного пишут, и личные письма, что вот Инна нам это нравится, вот лайфстал, показываете вот такое больше. Это людям очень нравится. И вторая часть, вот все, что связано, ну, как я говорю, для, более для женщин, то есть что имеется в виду. Вот мои блоги, вот которые ежедневные, которые дневные, которые недельные такие, там, где я показываю просто нашу жизнь, про детей, семейные, да, вот такой именно лайфблогинг, вот это вот тоже вот очень хорошо идет. Вот это я могу сказать, то, что касается моей аудитории. Вопрос номер восемь. Как к твоему каналу и блогерству относятся родные и друзья? Ну, что можно сказать? Друзья довольны, потому что у них есть возможность посмотреть на своего друга, которого они не видят, а так они не только видят меня, как я им изменяюсь, а что со мной происходит, как растут мои дети, ну, что может быть прекраснее. Например, я бы с удовольствием смотрела на своих друзей из Израиля, если бы у них был канал, на ихнюю жизнь, с удовольствием. Но это же просто вообще живая вообще, жизнь за стеклом. Помните, вот эти вот первые шоу, вот эти за стеклом, то, что Аха Гадоль на иврите называется, да, Big Brother, вот этот все. Хочется постреть за людьми, за стеклом, понаблюдать за кем-то. Это же вообще, это же было просто что-то невероятное. Все так ждали этого шоу. А сегодня вот тебе за стеклом в Ютьюбе набирай, и по любой тематике ты найдешь себе семью, за которой тебе нравится смотреть, ребят, которые тебе как бы по доку, да, там семейных, не семейных, просто пар с детьми, без детей. Да, пожалуйста, спортсменов, тех, кто любит путешествовать, кто любит там, я не знаю, что делать, строить дома. Все, что вы хотите. Можно наблюдать за ними, ну, просто вообще, практически в прямом эфире. Ну, разве это не прелестно? Я считаю, что это классно. Вот, поэтому, как мои друзья относятся? Мои друзья довольны и счастливы, что есть возможность меня смотреть. Также, то же самое касается и родственников. И в первом ряду я хочу поставить свою маму и своего папу, который недавно, в общем-то, так, стал активным пользователем интернета, и до сих пор пока что он еще не понимает до конца, как он должен смотреть мои видео, потому что они там как дают эти рекомендации, так он и смотрит. Сам пока что он еще не может. Габочка, не стукай, пожалуйста. Пожалуйста, не мешай маме. Вот. Он еще не может совсем прям по порядку смотреть мои видео, что там у него выскакивает, то он смотрит, и то он доволен, что он может как бы меня наблюдать, потому что у нас не получается с ним, к сожалению, часто видеться, абсолютно не часто. Вот. Поэтому, друзья, родственники, хорошо. Муж мой говорит, окей, у меня уже есть видео, которое называется «Я видеографер», и там я рассказываю про его отношение к моему такому делу. И есть как бы друзья, друзей, друзья семьи, которые нас смотрят. Привет вам всем. Большое спасибо за поддержку, за все комментарии, которые вы пишете. И для меня я считаю, что это классно, что меня могут видеть круг моих друзей, знакомых. Это классно. Плюс еще есть новые люди, подписчики, с которыми я познакомилась за время моего канала. Но я считаю, что это очень прикольно. Номер 9. Планы по развитию канала или идеи по контенту на 2017 год. Опа-па! Ну, смотрите, для кого-то каналы, я и говорю, у всех каналы разные, с разными тематиками и с разной целью вообще эти каналы люди открывают. Поэтому, сказать, как бы, как я буду там развивать, прям у меня мыслей, может, больших нету. Но какие-то идеи по контенту, конечно, появляются. Например, есть люди, я знаю, там планируют, какие бы видео они хотели снять. Или, например, есть люди, задают вопросы. Кстати, мои подписчики задали мне ряд вопросов в Фейсбуке, на которые я еще не дала ответа в видео. Они уже готовы, но еще пока что они не подняты, эти ответы. Они обязательно появятся. Вот. То есть, есть люди, задают вопросы, подписчики. делать, и ты как бы их делаешь. У меня есть несколько идей на 2017 год. Идея номер один, это, конечно, сумасшедшая идея. Это что-то, что я еще как бы не решила до конца вообще быть этому или не быть. Посмотрим. Это делать ежедневный блогинг. То есть, day by day. Понимаете? То есть, ежедневный блог. Это сложно, это невероятно. дисциплинирует. В то же время это интересный эксперимент. Посмотреть, насколько ты можешь как бы, знаешь, вот commitment дать такой, чтобы это сделать. Такое вот на себя взять. Потому что я знаю нескольких блогеров, которые вышли с таким боевым настроем и с планом на ежедневный блогинг. У них это получалось несколько месяцев. На каком-то из месяцев они сбивались, потому что это невероятно сложно. Есть какие-то семейные проблемы, есть какие-то по здоровью вещи, когда ты просто реально не хочешь убрать камеру в руки. Иногда ты где-то на отдыхе и ты вообще плевать хотел на эту камеру. А здесь есть такой commitment перед подписчиками. И ты уже не можешь расслабиться. Вот. Это как бы один вариант. Потом у меня был такой вот вариант. Мой ребенок здесь с новым конструктором просто сходит к ума отчасти. Потом был такой вариант сделать такие короткие проекты. Как я его хотела назвать? Изменить жизнь за 24 дня. Типа такого что-то. Я не помню. У меня даже было где-то, я уже это писала, даже расписывала, какие тематики. Как бы, почему именно изменить жизнь за 24 дня? Потому что считается, в общем-то, там, где-то ученые, там, значит, нашли такое, в общем, математическое цифру 24 дня, которая, за которой ты можешь изменить свою привычку. Например, если ты будешь в течение 24 дней вставать в 5 утра, то на 25 день у тебя не будет труда проснуться в 5 утра. Значит, если там, я не знаю, ты привык пить кофе с сахаром, в течение, там, на 25 день тебе будет уже нормально пить кофе без сахара. Ну, к примеру, такие вещи. Я хотела такие какие-то короткие практики вот делать вместе с вами ежедневно в течение 24 дней, например, проделывать что-то, что как бы ты ставишь для себя целью. Мне кажется, это очень интересно. Возможно, я это буду делать, я еще не знаю, но это примерно такие вот у меня мысли на 2017 год. Это был вопрос номер 9. Передвигаемся дальше. Вопрос номер 10. Есть ли у тебя блог, в котором ты пишешь? Значит, смотрите, в какой-то момент я писала. У меня был блог, в нем было достаточно много просмотров, потому что я люблю видео, я люблю смотреть, и я люблю снимать видео. Я не люблю читать блоги. При том, что есть сумасшедшие интересные блогеры, которые очень хорошо пишут, и очень интересно, информативно. вы знаете, пока я не работаю. Я уверена, что человек, который работает и хочет блогеров смотреть, читать, то он с удовольствием будет смотреть блогера, когда у него есть время, но когда он на работе, у него есть несколько минут, например, что-то почитать, он может и почитать этого блогера. Я считаю, что-то очень интересно, но это очень большая работа, и нужно, ну, более-менее как-то писать. Я пишу неплохо, даже были мысли на книгу, ну, естественно, все равно там, как бы, я бы сама своими силами не справилась, но я закрыла свой блог. У меня был блог, и я его пыталась чего-то там крутить вначале, но, в общем, я его закрыла. Был, я его закрыла, вы его уже не найдете. Он уже заблокированный полностью, потому что это было просто, ну, не нужно. Во-первых, он уже не соответствовал тому, что я делаю сегодня, и там надо было столько переделывать, что-то легче уже сделать. Новый какой-то блог. Возможно, на каком-то этапе моей жизни, когда я буду уже, как это, трудозанята трудовой деятельностью, мне придется только писать то, что на съемку видео, обработку, подъем, и вот это все, наверное, не останется времени. А писать вот можно, например, открыть блог, и на работе, когда у тебя там есть, например, какой-то перерыв, сесть и 10 минут что-то дописать, и за несколько дней ты можешь сделать статью. Это может быть интересно. Вот, поэтому у меня блога нету, который я пишу, но вот если у вас, если вы блогер, вы меня слушаете, если у вас есть блог, который вы пишете, то вы можете написать его в описании к видео, написать об этом, вы можете написать комментарий на эту тему. Вот, например, я знаю точно, у кого есть, во-первых, они об этом постоянно говорят, во-вторых, он действительно очень интересный блог, Татьяна и Владимир, ребята из, значит, откуда они? Из Манитобы они? Из Манитобы? По-моему, ребятки вы. Вот, у них есть очень хороший блог, они там пишут все, там, в подробностях, с рекомендациями, там, если у них что-то не получилось, то они все это описывают, очень интересно, вот я об этом знаю, но про других не знаю. Поэтому скажите об этом и напишите в комментарии, если у вас такое есть. И последний вопрос, номер 11, каких канадских блогеров ты смотришь, если смотришь, и почему? Значит, я могу вам сказать, значит, так, кого я прямо вот смотрю, ну, вот, наша иммиграция в Канаду 2015, Марина, Мариночка знает, потому что она, я знаю, тоже смотрит, и я ее смотрю, вот, мы как-то так смотрим друг друга. Потом, значит, есть, по-моему, ее зовут Настя, я ее стала смотреть недавно, вот, она тоже, девочка такая, у нее больше, как бы, лайфстайл, я бы сказала, блок, такой, как, в общем, там, как она там готовит, как она там дом украшает, декор делает, немножечко о косметике, немножечко о готовке, она вегетарианка, поэтому стала, поэтому там готовит какие-то, такие интересные блюда, вот, как ее зовут, сейчас я скажу, Анастасия Ла Сто, вот, да, поэтому я помню, что она Настя, вот, Татьяна и Владимир, я сказала, потом, недавно, я стала смотреть, габочка, не мешай, пожалуйста, недавно, я стала смотреть, Виктория Гримблат, очень хорошая девочка, такая приятная, мне очень-очень понравилось, я ее писала, и она мне тоже писала неоднократно, и уже очень давно, но я извинилась перед, я извинилась перед Викторией, сказала, мне очень неудобно, что получилось так, что я даже не знала, что ты блогер, потому что она как-то писала, там, какие-то интересные, очень такие комментарии, и я у нее спрашивала вопросы в ответ, а даже не догадалась зайти и проверить, что у нее есть свой канал, и у нее очень-таки приятные тоже видео, тоже такой вот лайв-блог, она рассказывает про какие-то свои эммиграционные проблемы, которые были в начале, про как-то абсорбцию свою здесь, как у нее, значит, проходит это все, адаптацию, не абсорбцию, а адаптацию, наверное, вот к новому месту, и сейчас вот она, вчера я посмотрела видео, Виктория, какое мне этого понравилось, в Марокко, она летела с супругом, в Марокко, через Монреаль, в общем, очень понравилось это видео, такая музыка классная, и видео интересное, то есть тоже достаточно интересное видео у нее, потом, значит, кого еще я смотрю, я просто прям смотрю, вот чтобы не брать вам, прямо заглядываю из Ютьюба, просто смотрю по порядку, кстати, я просто говорю, как у меня здесь по порядку записано, не по интересу, вот кого вспомнила, того и назвала, блог жизни в Канаде, Сергей Гудин, риэлтор, прекрасный мужчина, очень приятное видео, вы знаете, Сергей, я вас смотрела, еще когда жила в Израиле, по-моему, даже еще в 2008 году, я видела ваши видео, там еще достаточно все так было чопорно, чопорные такие видео, вот, и даже вы как-то, вы сидели, у вас же вот это вот сзади, там были разные бэкграунды, и даже было видно, где вырезали, как-то вы вырезали, для вас кто-то делал эти видео, по-моему, так немножко ручка была, где-то даже срезана, я помню, ой, как сделали, не могли нормально сделать, я еще тогда смеялась, но я очень внимательно, помню, слушала ваши рекомендации по покупке дома, в Канаде, и потому что, ну, вы в основном, прям вот говорили, как риэлтор, то есть у вас было все такое, как риэлтор, а потом, со временем, как-то вы начали развивать свой блог, и начали понимать очень интересные темы, не просто отвечать на вопросы, там, про эмиграцию, и вот такое, потому что этих видео есть тысячи, просто на таком ютубе, а вот вы именно рассказывали, как человек, который живет уже очень много лет, в Канаде, который приехал в достаточно таком, немолодым мальчиком, уже как с какими-то такими жизненными устоями, и полностью как бы вас жизнь перевернула, и вам пришлось меняться, и у вас, по-моему, на мой взгляд, это прекрасно произошло, и я могу вам сказать, что несмотря на нашу с вами немножечко разницу в возрасте, я очень согласна с вашими точками зрения, мне очень нравится, как вы раскрываете все темы, мне очень нравится, как вы раскрываете все темы, очень интересно, вот скажем так, я бы тоже так сказала, и даже на некоторые вещи, возможно, у меня был не такой взгляд, потому что, ну, просто по той причине, что, ну, не было возможности, например, что-то там пережить, или что-то там пройти, через какие-то этапы определенные, послушаю вас, и, во-первых, очень интересный опыт вашей жизни, очень интересные искренние ваши впечатления, вы так интересно излагаете свои мысли, а больше всего мне нравится, во-первых, качество съемки, и вот заставки, которые вы делаете во время, вот, пока вы раскрываете тему, идут заставки какие-то, ну, просто, просто загляденье, качество видео, то, что вы показываете, особенно, вот, в каком-то одном из последних видео, про то, как вас поменяло жизнь в Канаде, вы где-то показываете виноградники, я не знаю, что это, где это, но это просто, вот хочется включить эти виноградники, и просто, чтобы они не заканчивались, просто смотреть на эту съемку, шикарная съемка, шикарные виды, и отличный контент у вас, я вас стала смотреть, как только выходит видео, может, в тот же день я не смотрю, но обязательно стараюсь, на той неделе, что это вышло, посмотреть, мы с супругом смотрим, нам очень нравится, потом, значит, значит, еще, я смотрю, здесь у меня, он видел, куда он делся, технологии успеха в Канаде, чего-то я его не вижу, Артем, Артем Лысенко, технологии успеха в Канаде, парень из Ванкувера, который снимает именно интервью, с разными людьми, с разными бизнесменами, с разными, и с людьми разных профессий, Артем, вот мне бы очень хотелось, чтобы ты сделал вот это теговое видео, я понимаю, что у тебя не блог, ты не блогер, у тебя не блоговый канал, у тебя совсем абсолютно другой канал, но если у тебя будет какая-то возможность, да, сделать тег на это видео, мне кажется, это очень интересно, именно узнать, пускай у тебя не блогерство, но у тебя просто проект, целый проект Артема Лысенко, я знаю, что с тобой работают еще ребята в этом проекте, это очень интересно, послушать именно вот, как ты пришел сюда, в YouTube, что тебя на это подвигло, в общем, на все вот эти вопросы, и я знаю также, что у тебя есть сейчас новый проект, какой-то сайт, будет тоже интересно об этом послушать, поэтому если у тебя будет возможность снять это теговое видео, милости, ласка вопросово, ты же тоже с Украины, насколько я помню, так что будем очень-очень-очень рады, я думаю, мы все блогеры услышать, как ты пришел. Потом, значит, это те ребята, которых я смотрю, но есть еще очень много блогеров, которых я не назвала, я знаю, что еще есть девочка в Монреале, есть еще одна девочка, по-моему, в Бритиш-Коламбе, есть много новых, которые только зашли, всех, кого я знаю, я отправлю запрос, я надеюсь, что они смогут тем же ответить в ответ и сделать, приготовить это теговое видео. Я думаю, что все эти вопросы, которые я здесь подняла, они достаточно интересны абсолютно для всех, для подписчиков и для самих же блогеров, потому что все-таки это как маленькая такая наша община. И я бы хотела, почему это не переключается, и я бы очень хотела, чтобы мы все как-то объединились. Я считаю, что, ну, как-то вот это классно будет. Вот я действительно так считаю. Все. Так что, лозунг проекта, лозунг этого тега, канадские блогеры, давайте дружить. Спасибо всем, кто будет участвовать в этом теге. Тебе дать пить. Тебе дать пить. Ты скажи, я уже, мама, ты говоришь, а я хочу пить уже. Говорит, горло, скажи, пересохло. Спасибо еще раз. Поддержите меня, пожалуйста, в этом теге и приятно познакомиться для тех, кого я еще не знаю. И добро пожаловать на просторы Ютуба. И спасибо всем тем, кто уже творит свое видео, для тех, кто уже поделился кусочком своей жизни, своего сердца и своей души с другими людьми. И до новых встреч. Bye. Bye. Пока. Bye.